Кабан, дружище, готовься, мы с тобой после праздника потрещим, я тебе вопросы задаю, как Юрий Дудь, позадаю. Даня, ну чё? Да я не знаю, чё ты. Либо интернет, либо я плен. Ну ты плен, это понятно. Интернет тут ни при чём. Слушай, я рад тебя. Я рад тебя, дружок, увидеть. Ты даже не поправился. Ратишка, я тебя вижу, честно, я так лагаю. Я себя не вижу, у меня в худее, я тоже поеду. Ну, это ваш краснодарский интернет. Скоро ты себя увидишь минут через 30. Ты меня слышишь нормально? Я тебя вроде слышу. Ну, отлично. Слушай, сейчас у нас человек 10 уже сидит. Я сейчас те, кто здесь у нас есть, я про тебя расскажу. То есть мы с тобой вместе играли в таких командах, как Роттер, Волгоград, Юношеский, да, в Массе Сатурне. Ты в дубле Сатурна побывал, ты поиграл на Краснодарский край в профессиональной футбольной лиге, в ПФЛ, да, во второй лиге. Сейчас ты детский тренер, пока Армавир. У меня к тебе сейчас вопрос первый. Это тот, который связан с карантином, да, мы не можем его просто обойти. Какова сейчас ситуация вообще в Краснодарском крае с карантином? Что у вас там? Вы выходите на улицу, не выходите? Сколько вообще зараженные есть, нет? Нет, нет, как у нас везде нет, карантин ведет, не выходим, только за покупками, покушать, все. А так магазины все закрыты, то есть люди не работают, только продуктов. Ты тоже сейчас, да, получается? Ты тоже сейчас, да, получается? Не было долго, на сегодняшний день, говорят, в Магиле, по-моему, 9. Не было очень долго, это он буквально по охране. То есть сейчас ввели карантин, у вас тоже так же ходят полицейские и шугают всех, то есть выписывают штрафы? Ходят, ходят, да. Уведомления, якобы, вначале, да, а потом там по пятнашке прилетают. По пятнашке прилетают. Крогу всех, ну. Ну, у нас, в принципе, город, ты знаешь, ну, все вроде бы добросовестно. Люди там рядом, по магазинам, особо, чтобы гуляющих таких... Нет, даже если в магазинку не выходят, там, ходят погулять, там, вокруг дома, пройдутся чуть-чуть. Никто шашлыки не жарит на майские праздники. Нет, нет, нет. Там говорят, конечно, плохо слышно. Я вот смотрю, не, я тебя, в принципе, нормально слышу, ты, может, это, что-нибудь там, у тебя наушники вон модные, без проводов, ты давай, там, купил хрень какую-нибудь. Подожди, может быть, их, может быть, их отключить. Подожди, дай их. Давай. Я первый раз, это вот, первый тут программный. Сейчас, ну-ка, скажи что-нибудь. Слышно? Ну, вот сейчас, кстати, так тоже ничего, нормально. Ты детку ложил в спать? Нормально слышно? Да. Деток ложится. Детки ложится. Детки все-таки. Жена. Меньше времени. Слушай, смотри, Лан, про карантин забыли, мы сегодня с тобой про футбол поговорим, ты мне скажи про ситуацию с ВК Армавир, да? Я тебе тогда писал, то есть они снимаются, как я понял, с ФНЛ, правильно? Да, да. Они снялись уже все официально, там Валентин Клинко написал на сайте, что они, скажи, снимаются. Ну, там не то, что они не тянут, там очень, там пришел же у нас кто? Челоянс, что Спартак держал вместе с Федуном. Там, то есть, и финансово человек очень хорошо подкован. Ну, тут, грубо говоря, как он и писал, у них были большие планы, это академию нам обещали. Ну, тут власти наши им не дают чуть-чуть, там, то есть землю, то что там, то есть... Ну, вот я думал, что вопрос под землей... Отмешают им чуть-чуть. И, соответственно, они... Ну, они дали землю, ну, как нас собирали, что нам говорили, по крайней мере. То есть дали землю ту, в которую надо только в грунт, чтобы построиться, там, 200 миллионов вложить и так далее. То есть, ну, Челоянс был готов, говорят, как бы, ну, сам президент клуба, как бы, ну... Ну, и так, как бы, инфраструктуру хотим города поднять. Да. И он получил... Ну, как бы, предложили, ну, ту землю, которую только 200 миллионов в землю, в грунт надо вогнать. Они, как бы, стали не готовы. И туда-сюда, и вот это... Второе-третье подтянуло, и, как бы... И вопрос встал, мы были когда, позавчера в клубе, по-моему, да, официально нас с клуба уволили уже, как работников, именно с ВК «Армавира». В данный момент там такая... И будет вопрос стоять, сказали, до конца мая, середина июня, наверное, будет понятно, вообще, будет ли команда в ПФЛ еще. Вот там все. Да, понятно. То есть, я думал, что 100% ПФЛ будет, но тут еще тоже... Нет, скорее всего... Кировские власти должны брать, да, получается, все? Да. Ну, скорее всего, не будет. А что с вашей школой тогда будет? Вы сейчас от кого вообще зависите? Школа как работала, так и работает. Она, скажем, будет... Муниципальная, да, то есть, получается? Да. Ага, я понял. Слушай, давай про твою юнорскую карьеру. Я, что знаю про тебя, то есть, да, ты начинал в «Торпедо-Армавире», потом был у тебя «Родор» в «Волгоград», потом «Сатурн», да? Скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас, у меня смотрят родители, то есть, наши, наших школах. Расскажи про свою карьеру, с чего ты начинал, со двора прямо, то есть, вот, в «Армавире», с чего ты начинал играть в футбол? Может, ты занимался самбо, я не знаю, или что? Как ты пришел в футбол вообще? Блин, ну, у меня изначально братья старше, оба футболисты играли в футбол изначально. Ну, не было, я, может быть, и хотел в другой вид спорта, хотел в другой вид спорта, мне сказали, ну, футбол. Ну, изначально пробуешь по-любому футбол, ну, там особо у нас не было, там, сопротивление, нам сказали, ну, пошел, понравилось. Это как, начало получаться, естественно, когда у тебя получается, ты прешь дальше. Ну, дальше, как, начинает получаться все, и дальше тебя братья мотивируют, то есть, ты не должен быть какой-то там, ну, не устраивал, то есть, ты можешь, если тренинг, прешь дальше, значит, при, поши, работай не так, что как. Знаешь, сейчас есть вот без характера, много бесхарактерных молодежи. То есть, мы хотим, но делать для этого ничего, мы хотим играть и так далее, делать ничего не хотим. То есть, мы все хорошие родители, у нас, как бы, наши дети самые лучшие, то есть, много, у меня не было такого, что меня, я хорошо, знаешь, там, были матчи, да, там, хорошо отыграю, но был я хороший. То есть, все время требовали максимум, больше, больше, больше. И оно постепенно, и, знаешь, как сформировалось так, что уже, там, 12 лет, еще вроде бы, да, молодой, а уже, там, был какой-то, ну, характер, то есть, я знал, что мне надо пахать. И учили к этой работоспособности. То есть, так и получилось, когда поехали потом в Волгоград, сейчас, там, вспоминаешь, думаешь, да, я там легко попал, может, не легко. Но, ну, опять же, там-то команда была сильная. А сейчас понимаешь, что это все, а закладывалось это все изначально, да. Почему это было в бой? Ну, нет, да, на том этапе. То есть, ехал так же, переживал, там, волнение, потому что, ну, это мечта, да, начало твоего путки футбольного. Переживал по-любому. Но все закладывалось вот изначально со спортшколы, самостоятельных, обязательных тренировок. То есть, в спортшколе тренировок, ты не можешь... Я тебя, Дань, перебью. Смотри, правильно понимаю, ты начинал со двора в любом случае, как и все, в принципе, в начале, правильно? То есть, ты сразу в любом случае в торпедо-армавир не пошел. То есть, все со двора. Сейчас вот многих тренеров, я смотрю, и они говорят, что сейчас дети занимаются футболом только на тренировках. А футбол во дворе у них ушел, а они сейчас гаджетами занимаются. А наши поколения, и мы именно начинали со двора. Нет, а ты знаешь, я тебе сейчас больше скажу, что если будет только тренировки, и за тренировками они... Все, то есть, у них от тренировки и тренировки, все. Ну, это не футболисты. Ну, будет талантливый, там, дай бог, ну, один, там, это, там, талантливый дойдет, там, до какого-то. Если от тренировки до тренировки, нет. Мы дорабатываем сколько с ними, вот. Ну, я слушал интервью Калершина, Саня Грещенко ввел. Он правильное вещь, что раньше говорит, мы давали 20% тренера нам, детям. Остальное все на улицах, так оно и есть. А все, 80% мы набирали на улицах. Это могли быть игры, это не игры, это футбол, это просто, там, догонялки и так далее. Развитие шло, а сейчас нет. И с мячом индивидуально, вспомни, в Волгограде, мы не вылазили с поля. Тренировка закончилась на поле, на поле, на поле, на поле. Мы не ели, мы там жили. Стой, остановись, я тебя, мы этот вопрос сейчас с тобой про индивидуальную тренировку еще затронем. Смотри, у меня, знаешь, какой вопрос? Торпеда, Армавир, потом Волгоград, потом Сатурн. Из Армавира в Волгоград, когда еще не было агентов, ты как-то напрямую договаривался, то есть, да, звонил, ехал на просмотр. Тренер Юра Седых, да, наш общий знакомый, играли вместе там же, то есть, перед этим всем, первый, кто поехал, это Юра, наш тренер его повез, он знал тренера этого Волгограда, они... То есть, это тренера уже решали между собой? Да, то есть, они договорились о просмотре. И поехали, честно, приехали домой, я вот, это как раз там закончилась тренировка, приехал домой, пошел опять же на улицу бегать, играть. И это было вообще спонтанно. Приехал брат, собирайся, мы едем. То есть, это было вот так. Мы собрались, то есть, я, Женя, Юра тогда нас троем, и троем поехали на просмотр. То есть, приехали, и все, и там... Ну, там просмотр, как обычно, самое интересное, что, да, просмотр в Волгограде, то есть, тебя приглашали, ты мог неделю спокойно заниматься, потому что тебя не с одной тренировки брали, то есть, ты тренировался... Ну, честно, у нас, у нас получилось, мы попали, у них был как раз город, этот турнир, да, там, их область. На город Волгоград. Получается, что две игры мы отыграли, то есть, у них был такой, через день игр, какой-то летом у них график как попался. Открали две игры и одну тренировку, и, в принципе, ну, тренер всех троих замарах. Да, он, как бы, всех троих, просто он говорит, место одно в Академии, говорит, как бы, до меня первого забрали, пацаны через полгода, как бы, по 91-й год еще выделили места, и пацаны доехали через полгода уже тоже. Сейчас, подожди, Шабанчик, подожди, у меня сейчас много вопросов. Да, давай, давай его это, оставь пока в покое. Смотри, Данил, Волгоград, прошли мы через Волгоград, я тогда уехал, как-то оказался в Сатурне. Опять тренера как-то договаривались? Нет, Сатурн вот это, с Сатурном получилось вообще хорошо, знаешь, как, то есть, ну, это пахота, о чем мы говорим, что нужна пахота не только там, то есть, мы едем, да, на просмотр, и мы там перед этим просмотром дети начинают неделю, там, хотят за неделю научиться. Нет, это вот это, закладывалось то же самое в Волгограде, пахота, тренировки и турнир, то есть, о чем мы говорим, я детям сейчас объясняю, что, может быть, что, как и, ты пришел на тренировку, там, тренер приехал домой в гости, к другу, зашел посмотреть, либо там, мимо проходил турнир, то есть, тренера с селекционерами так же. Так и получилось, мы как раз играли тогда ТФЛ, помнишь, второй отборочный в Волгограде мы играли? ТФЛ, да, я помню, меня тогда в Майс Сатурн приглашали еще тоже. Вот, мы играли этот отборочный, и тогда оказался на стадионе у нас Михаил Владимирович Белов. Белов, вот он и тоже был, да. Он жил, получается, вот он и жил, он сам местный. Он жил, Градский был, да. Да, да, и как раз, ну, то есть, разговора никакого не было, он просто там был, я его знать тогда, ну, не знал. Ну, получается, я турнир там, ну, хорошо отыграл, как-нибудь. Я помню, да, был хороший турнир, там был Кубань, Краснодар, много команд. Кубань, Академия, ну, да, у нас была хорошая команда, мы Кубань, там Академия 8-0, ну, счета были. Кубань и Краснодар 2000, мы 8-2 выиграли, да, я помню, то есть, мы там второе место заняли. Да, да. И тогда уже, тогда, получается, Михаил Белов тебя пригласил, то есть, туда. Не, он не пригласил, тогда получилось, мы дальше доиграли, мы там его какое-то, третье место взяли, да, в итоге, финал. В финале, да, третье место. Получается, ротор вылетел, и условия, там, помнишь, когда мы уже пришли? Я помню, когда мы с тобой приходили, а нас не кормили уже. Не кормили, приходишь, там, воды горячей нету, это зима, там, и так далее. Я тогда чуть раньше уехал, в «Спартак» меня пригласили на просмотр, да, чуть раньше, а потом уже ты, наверное, в «Сатурн» уехал, ну, там уже условия были такие. И получилось, зимой, это как раз отпуск был у нас. Мама увидела в журнале тогда «Сатурн», там журнал попался, база, ну, просто вот, позвонила. И тогда взяли, там, трубку, фамилия, имя, отчество, там, спросили, сказали, перезвоните вечером, это мама, там, в обед, наверное, звонила. Перезвонили вечером, они, там, подымали, говорят, все, приезжайте, мы вас берем. Ну, я хочу подытожить, хочу подытожить, что, грубо говоря, что ты не сам, грубо говоря, просился, тебя уже, то есть, ты своей работой доказывал на турнирах, а там люди, которые это все дело видели, они уже имели о тебе представление, и ты звонил, грубо говоря, да, сказал фамилию, там, Мот, там, Ротор, Волгоград, и там уже тот же Белов, который был в «Сатурне», он был неплох, давайте возьмем. Белов, так и сказал, да, они уже звонят, приезжаем, мы тебя берем, там, на 90% ты в команде, ну, мы такие, что за бред, как бы, ну, меня не видели. Не смотрели, да. Тогда мы не понимали, мы вообще в Волгограде, тут в Москву, тут звонили, так далее, о чем речь. Такие, что-то сначала, нет, они, мы говорим, мы сейчас за вещами съездим, а они, нет, приезжайте сразу, типа, мы вам, ну, и получается, на второй день меня уже оденут. То есть, эти трава. Я тебя понял, смотри, скажи мне, сейчас быстренько мы по прошлому детско-юношкам пробежимся, какой самый лучший ты считаешь турнир в детско-юношеской, то есть, это Ротор, Сатурн брать, да, Армавир не берем, там не было, наверное, таких крупных турниров, вот Ротор и Сатурн, как ты думаешь? Ну, в Роторе был, вот, по ФЛ, что мы третий, да, хороший турнир, Сатурн, мы второе место, ну, финал России проиграли, опять же, проиграли, там, нас судьи прибили, когда там чистые голы отменяли. Ну, хороших турниров действительно много, то есть, провальных меньше, но провальные были такие, тоже запоминающиеся. Помню, помню, да, лучше про них не будем говорить. Лучше про них. Скажи мне, скажи мне, сейчас быстро этот вопрос для меня, я тут его задавал, какой сильнее состав того Сатурна или того Ротора, в котором мы были, как ты думаешь, на твое мнение? Я тебя опережу, мне кажется, что Ротор был сильнее, как, мне кажется, именно духом. Ну, тот Ротор был сильнее, может, знаешь, за счет чего, там более защита у нас была, вся, вся сильная защита у нас была. У нас-то Атрика была в Сатурне сильная, там, Анис, ну, сильные у нас были футболисты, все равно все обученные, но там защита была по-излине, мне кажется. Да, согласен. Как сказать, по массивнее ребята, по серьезнее, жестко, жестко они стремились. Слушай, смотри, про Сатурн, как ты считаешь, я вот сейчас мы с тобой, там, два тренера, да, там, пусть небольшой у нас стаж, как ты считаешь, какие в нашем Сатурне ставились задачи вообще в целом подготовки молодых? То есть это были, у нас были и турниры, но, как мы понимаем, что самое главное готовить игроков, да, эта задача так и была в Сатурне, но, как мне кажется, как мне кажется, то есть задача была еще выигрывать турниры, то есть нас заряжали именно на результат, а не на то, чтобы показывать там красивейший футбол или еще что-то. Как думаешь? Ты знаешь, мне кажется, воспитывали больше, мне кажется, наоборот, нас больше воспитывали, потому что у них задача есть, там, отправить нас дальше в дубль, там, в основу и так далее, потому что это их не имя, они себе тоже делают этим имя. Но, опять же, они не могут не ставить задачу выигрывать. Синдром победителя, то есть психология этого победителя, она должна, она очень важна в футболе. Если ты будешь вечно проигрывать, тебя ты хочешь, не хочешь, ты морально начнешь где-то тебя подздавать, то есть у тебя должно быть вот это. Да, ну, ментальность, менталитет победителя, то есть ты имеешь в виду, да. Вырабатывай, вырабатывай за счет победы, то есть не может быть, понятно, они, ты не гонишься за результатом, мы сейчас воспитываем детей, но не гонимся за результатом. Но вырабатывать вот этот переход мы обязаны. Согласен. Слушаюсь. Скажи мне, переходный, мы закончили школу, с собой мы были на просмотре в дубле Сатурн, тебя оставили, я отсекся, да, то есть переходный турнир, вот дубль Сатурн. Скажи мне, что по деньгам? Ну, грубо говоря, если ты можешь, сейчас Сатурн уже закрылся, да, это не такая, ну, не такая закрытая тема, ты попал в дубль Сатурна, для тебя, для тебя 18-летнего пацана, какая зарплата была у тебя, там, плюс премиальный, то есть, как это вообще было, происходило? Там было под 40, и премиальный, по-моему, если я помню, 10 тысяч было. 15 или 10? 10 или 15, я честно сейчас, по-моему, 10, может быть, 15. Как считаешь, в те времена это завышенная зарплата для молодого игрока, который вышел? Это не, нет, это обычная зарплата, потому что в тот же, когда в дубль я просматривался, тот же Василенко Олег Петрович, который был в Сатурна, потом во время того же сбора, когда я просматривался, он перешел в Жемчужину, они звали, он звал в Жемчужину, там намного была другая сумма, больше. Уже больше, да? Но он звал тебя в Жемчужину, ты остался в дубле в Сатурну, правильно? В Жемчужину была вторая лига тогда? Вторая, но он сразу говорил, он подошел, я сказал, что мы по-любому в первой, там задачи, команда, все. Слушай, вот если бы сейчас отмотать назад время, что бы ты сделал? Не зная, что Сатур развалится, по-любому же ты перешел бы сейчас в Жемчужину? Нет, тогда, тогда, если не знаю, то я бы остался опять, я хотел, у меня была цель максимальную, максимально достигнула. Ну, команда типа дубль под премьер-лигой, и ты все равно остался, правильно? Да, в премьер-лигой я тогда не признавал особо, там, не первую, потому что мы своим дублем, у нас был очень сильный дубль. У нас ни одна первая лига, вот на сборах, сколько мы играли, ни одна первая лига не могла бы играть, при том, что мы везде доминировали. Согласен, дубль был сильный, много человек было под основой Сатурна, согласен с тобой. Скажи мне, мы когда с тобой первые два сбора были в Сатурне, там были игроки Соснова, вот сейчас Вадим Евсеев, да, тренер Уфы, его тогда спускали в Сатурн, ты тогда мог задумываться, что он станет, как бы, таким тренером в РПЛ, скажем так, вообще, как игралось с ним, да, я хочу тебя послушать, у меня есть мнение свое, да, как бы, хочу тебя послушать, как? Ну, игралось, ты играешь. Игралось, конечно, ты, ну, пацан молодой, и рядом у тебя человек, который звезда, звезда нашего российского футбола, мирового, ты просто выходя на это поле, у тебя, ну, ноги там, что там, дрожат, дрожат, не знаю, у тебя вот мурашки, то есть это, ну, честь с такими футболистами, там, но не все, Евсеев, Васьков, там был Тастафус, Сатурна, звезд, Кореан. Я сейчас тебя об этом спрошу, да, то есть вот с Евсеевым тоже, то есть с ним было намного, ну, очень спокойно. Ну, и как человек очень хороший, на поле он мог, конечно, там, ну, на арах, он пихал жестко, он не церемонился, потому что, ну, ты мальчик, и он за тебя бегает. Он, грубо говоря, тебя и закалял, соответственно, так же, согласись. Да, ну, как человек, мы в жизни вот так общались, и, честно, то, что он, нету такой, знаешь, там, звездный, как есть, там, знаешь, там, говорят, там, носом, вот, нет. Он с тобой абсолютно нормально общался со всеми. Да, да, он тебе еще, он, если ездить тебе надо, покушать привезет. То есть он был вообще настолько простой. Да, хороший, хороший был мужик. Слушай, скажи мне, я тут посмотрел, когда я от дубля уже отошел, и я посмотрел, в 2010 году тебя привлекали Сосновой, правильно, тренироваться на одни сборы, или я не знаю, сколько этих было сборов. Были ли? Раньше, это 2009, по-моему, еще было. Ну, привлекали. Скажи мне, каково это вот тренироваться с такими, как Евсеев, Ласьков, Парфенов, Коряка, Кириченко, Денис Бояринцев, да, то есть каков уровень вот этих футболистов, то есть каково было с ними тренироваться, и как они вообще, как люди, в принципе, все тоже. Как люди все, честно, как люди все, и профессионалы большие, они при том, что уже на тот момент могли уже, да, в принципе, отдыхать, они все оставались. Они уже заканчивали, когда перекрыли. Они заканчивали, они все оставались после тренировок, все дорабатывали, абсолютно все. Даже в 30 с плюсом, правильно? Я говорю, Кириченко уже, да, он же заканчивал. Это, наверное, в крайний год отдает. Да, 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 да. Он оставался. Честно, были моменты, даже стыдно вспомнить, мы уходили. Мы уходили, он еще был на поле. То есть были моменты, он прям... Кто тебе больше всех из них запомнился? Стой, вот скажи, кто больше всех запомнился из них? Нет, Лошков. Лошков. Передача, да, его? Да, знаешь, по какой причине? Тогда еще я разговаривал много, и мы смотрели как раз перед дублей был. В дубле был еще, ну вот это ж. И такой, дайте мне шанс, и этот старенький уже пойдет отдыхать на пенсию. И я только проговорил. Ты про Лошкова тогда говорил? Да, да, и через два месяца мне дали шанс. И я реально до мяча даже не... Я не мог к нему подбежать даже на два метра. Не успевал? То есть он быстро работал с мячом, а он уже... Он работал так, что не то, что я не успевал, там в принципе люди не успевали, он в одно-два касания еще успевал отдать, там разрезающий, и все. Не то, что назад, как я там играю, знаешь, сохрани мяч назад, это надо. Но... А именно все вперед, да? Он обязан обострять момент. И у него все вперед, все какие-то... Ну, там голова на другом уровне вообще. Ну, да, согласен. Это было... Смотри, Данил, хорошо, дубли Сосновой ты потренировался, и в какой-то год Сатурн закончил, да, свое существование, правильно? То есть, ну, получается, что, как бы все, вас раскидали. У тебя были какие-то долги перед Сатурном? У Сатурна перед тобой? Да. Ну, были там копейки. То есть, ты отдали, или ты их отсудил, или ты как бы забил? Нет, а ты их не отсудишь, клуб анкрот, никто там, всем простили. Понятно. Смотри, Дань, я смотрел за твоей карьерой, просто там на сайте, я потому что, ну, мы сами, когда молодые, не смотрим, кто и где там играет. Я посмотрел после Сатурна, ты уходил в ПФЛ зону юг, да, Волгарь был, Астрахань, Славянск, на Кубани, еще что-то. То есть, смотрел по статистике, там, погоду в одной команде, и мало, мало игр, сыгранных было. Ты мне скажи, вот это вот именно, вот это вот именно был твой переход во взрослый футбол, да? Что тебя больше всего удивило? Вот меня, к примеру, как молодого игрока, меня очень удивило, когда я пришел в 11 торпеды, зашел в душевую раздевалку, а там, из 10-7 человек с сигаретами стоят. Для меня, как для 18-летнего, там, 20-летнего игрока, типа профессионала, как я сейчас считал, я был просто немного в шоке, то есть, да, и у меня, чисто психологически уже, начался надлом такой, то есть, что у тебя происходило во взрослом футболе? Ну, это меня не любило, с этим там, мы раньше встречались, ты сейчас тоже прям... Нет, я имею в виду, что, ну, это понятное дело, я не говорю, что я суперпрофессионал был, да, но именно, вот в душевой, на стадионе, вот так вот, спокойно, в открытую, как бы, для меня это было легким шоком. Ну, для меня это было просто всегда непонятно, так как ты профессионал, и попытаешься стать профессионалом своего дела, это, ну, ненормально, когда ты пьешь, куришь, ну, я этого не понимал, ну, то есть, это был ихний выбор, то есть, я не лез, уж на выбор. У тебя было именно в тех командах, именно когда... У меня было, я сначала поехал в Литву, у меня был большой пропуск, именно с тем, что, был годовой пропуск, там, обещания были, то есть, поехал, я нашел агент, ну, агент там нашелся, поехал в Литву, в Литву взяли меня, в суду, вот тогда команда играла под Кубка и Литва, президент подошел, тренер подошел, все, ништяк, ну, подписываем завтра контракт, агент летит, и я, ну, отлично, агент прилетает, через день подходит президент, тренер, там, так и так, потом с агентом встречались, ну, мне только сказал, как там, тренер прав, да, там, ну, много, он захотел, я же свободный агент, получается, был, когда контракт на руках, мы, за нас платить не надо, не хотели, там, видать, заработать, либо что, ну, я потом и с агентом разговаривал, слушай, ну, возьми, там, сколько там, нужен, твой процент забирай, за работу свою сделаем, да, мне это играть надо, тем более команда мне понравилась, то есть, она в Кубке УИФА там участвует, ну, то есть, отборочные и начальные самые, да, Лиги Европы, она в групповой играла на тот момент, она и в групповых играла в стадиях уже, то есть, ну, хорошая была команда, и футбол там очень интересный, мне понравился, но не получилось, приехал потом в Армавир, Армавир тоже все нормально брал, контракт, тренер выходит после сборов, там, сейчас контракт везут, подписываем, это было вот так вот, сейчас подписываем контракт, его везут, приезжает в итоге, там, генеральный директор, и тренер выходит, а трансферное окно закрывается, типа, ну, нет, почему-то, ну, то есть, тренеров все устраивал, президента нет, то есть, раз-два меня так получали. тебя два раза прокатили, то есть, прилично мимо команды, три раза, сколько прошло, три раза, какой срок прошел, год, два, год, там, чуть больше года, наверное, это же команда, потом опять тренера говорят, все, мы там поговорили с директором, все, ништяк, то есть, сейчас трансфер, ну, сверещает трансфер на окно, мы заявляем, после такой паузы, грубо говоря, тяжеловато было вернуться куда-то, да? Тяжело было вернуться, да, и плюс много, как ты говоришь, из вот этих околофутбольных там тем, то есть, понятно, то есть, от игры твоей где-то мало что-то зависело, то есть, ты приезжаешь, играли у тех, у кого агенты просили, да, то есть, именно во второй. Ну, явно, да, ты переигрываешь, ты их переигрываешь на поле, ну, не то, что я там такой, ну, это действительно так, и именно за те моменты. То есть, ты объективно видел, что ты сильнее своих конкурентов, но играли именно те люди, у которых, грубо говоря, шуршали агенты, играли, да, тренерами, ну, то есть, вторая, ну, я понял, это не секретная такая. Потом там были моменты, я начал чудить, когда с Волгоградом, с Олимпией меня взяли, все нормально, я подписал контракт, и была игра кубковая. Ну, там я уже, видишь, молодой, не знаю, что за снаряд был в голове в тот момент. Подписал контракт, кубковая игра была, ну, то есть, я не имел права играть по какой-то причине, то есть, только заявка прошла, я не имел права играть. То есть, на первый тур я уже мог выходить. И я в середине недели поехал, меня позвали в Волгоград, с контрактом подписанным, поехал в Волгоград, подписал контракт там. То есть, ну, непонятно, что случилось. Сбой системы. А в Волгограду ты тоже, как бы, немного играл, как я посмотрел. Нет, в Волгограде, там, да, то есть, у меня, где-то конфликты, где-то что-то, то есть, получается, в силу молодости. Я тебя понял, когда у тебя щелкнуло вот это вот в голове, когда ты решил, что все, как бы, профессиональный футбол надо мне заканчивать, когда вот это было, что стало таким угломным? Когда, и в следующий раз я ждал от агентов, там, они говорят, сейчас, сейчас, сейчас мы делаем просмотр, делаем просмотр, там, там знают тебя, там знают, там что-то. и я тогда сказал, если сейчас я в этот трансферное окно не попадаю, это было как раз, там, лето, я говорю, ну, я не буду больше даже, ну, все, как бы я, ну, говорю, молодой, психанул, и все, ну, так оно и получилось, не сделали, и я закончил. Ты закончил, смотри, ты закончил, как ты стал, вот, теперь к детскому футболу переходим, как ты стал детским тренером, как ты вообще попал в эту систему Армавира, ФК Армавира, да, то есть, как это все происходило, ты пошел сразу учиться, либо ты пришел просто в Армавир и сказал, здрасте, у меня есть какой-то там опыт, я хочу тренировать детей, как это было? Ну, там, да, директор-то знает меня, то есть, мы все росли, все знает, да, город небольшой, то есть, пришел, да, меня взяли, и как раз у нас был там ФК Армавир, уже, это был ФНЛ, правильно? Это был, блин, пришел, по-моему, да, а, нет, это был ПФЛ, они как раз, когда выходили в ФНЛ, это был тот год, когда они выходили в ФНЛ, первый раз, при Карпине еще когда, это было тогда, то есть, пришел, да, меня взяли, и, в принципе, сразу уже через там, сколько, месяцев 8, наверное, 7-8, Армавир оплатил, но, начал оплачивать там, учебу, то есть, повышение квалификации, ездили, отправили учиться на тренера в Москву, правильно? Нет, мы, это на юношескую, мы учились в Краснодаре, у нас было там, в Краснодаре есть, вот, пилиал. Окей, взяли тебя, какой у тебя сейчас год, какой ты год сейчас тренируешь, сколько у тебя, ну, групп, одна группа, 7-8-9, три группы, три группы, 7-8-9, слушай, расскажи мне, 7-8-9 год, да, 7-13, там, 14 лет, 8-й, там, на год они все младше, как формируется у тебя, вообще, тренировочный процесс, цикл, сколько у вас тренировок в неделю, потому что я понимаю, что, вы не топ-академия, в которой просто вам могут отдать поле, да, и все, то есть, там, 6-7 раз в неделю, сколько у тебя, вот, у тебя с дюш, правильно, надо называть, детско-юношеская, да, 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 сколько у вас тренировок в неделю, ну, вот, возраст, я смотри, 5 тренировок, у меня, а, седьмого года, правильно? Да, седьмого 5, у других по 4, по 4, 5 всего, плюс одна игровая, либо 4, не одна игровая, 4 плюс игра, да, 4 плюс игра, 5, 5 тренировок, ты считаешь, как это, ну, игра у вас на Краснодарский край, правильно? Нет, у нас здесь, либо это товарищеские игры, либо это, когда позволяют, то есть, да, школа, не школа, выезды на турниры, а Краснодарский край, эфиры, да, что-то, они там говорят, что первую, в начале недели, это быстрота, потом координация, потом ближе-ближе к футболу, у тебя как это все дело выстраивается, по такому же принципу? Ну, знаешь, как, ну, это ты сейчас о физических качествах, молодежь, вообще, то есть, вот у тебя есть неделя, подготовка, грубо говоря, ты выходишь с понедельника, что касается, да, что касается, если то физических, то у меня, я даю силовую, скажи, тренировку, развитие, где общей силы идет, если у меня она есть в микроцикле, она стоит у меня там во вторник, то есть, первый день, в понедельник, у меня все идет работа на технику, совершенствование технических элементов, ну, тебя не знаю, конечно, ну, там просто, ну, эмоционально, плюс, пацаны, нормально, плюс, в малых группах, оба, в два, один в один, два в два, один в один, да, то есть, отработка сначала элементов, потом, ну, соответственно, там, со сопротивлением работы, и дальше, там уже, да, технико-тактические действия, там, в обороне, либо, вся неделя, там, оборона, там, индивидуальные технико-тактические действия, в концу, уже, там, передроиды, там, командные, то есть, ну, постепенно все, так же, там, в атаке, а, и во вторник, тогда я ставлю, то есть, это если в понедельник у меня, аппарат, ну, все, а, среда уже, да, 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 нет, а вот среду я уже ставлю после силовой, то есть, уже такую более, там, на быстроту, там, то есть, ну, в начале, соответственно, на силу я даю в конце тренировки, уже после, честно, когда отработали, а на быстроту, это все идет в начале тренировки. Скажи мне, Даня, у тебя получается понедельник, вторник, среда, дальше что, четверг, четвертый? Понедельник, нет, у меня идет понедельник, среда, то есть, ну, разные группы просто, каждый год, то есть, у меня понедельник, среда, четверг, ну, про седьмой там, грубо говоря, будем говорить. понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье. Скажи мне, ты сам пишешь эти, расписываешь эти тренировки, либо у тебя есть какой-то там главный тренер у вас, там, вашей дюж, да, который вам примерно говорит направление, а вы уже от этого пляшете. Как это уходит? Сам. Все это. Ты формируешь весь тренировочный процесс. Да. У тебя есть годовой план, или ты план там, или есть ли он вообще, то есть, ты его на месяц спишешь или еще, потому что некоторые говорят, вот у академика Наплева, у них такой, у них есть годовой план на год, да, то есть, они знают, что делать. Некоторые говорят, что это бессмысленно годовой план делать, кто-то там на месяц только делает. Как у тебя это происходит? Не знаешь, у нас есть то, что мы должны писать годовой план, мы его пишем, потому что мы его должны. Для чего ты сцепи сюда? Да, мы его должны там писать, но он бессмысленный, потому что ты, ты все равно поставишь, понимаешь, я пишу себе там, бывает на две недели. Там было, когда я начинал, я писал себе, бывало на месяц, да, там, но я понимаю, что я сколько писал себе на месяц, да, я ни разу его не сделал, потому что, Крайняя игра показывает, что я не могу идти дальше, потому что вот это... Пока они не усвоили материал, грубо говоря, над чем еще нужно работать. Смысл, я пойду дальше, а вот это мы не обсудим, не закрепим. В следующий раз опять эта же ситуация, мы к ней опять... Ну, то есть, по факту, лучший вариант, наверное, блочный метод, как я смотрел. Да, да, блочный. То есть, он говорит, я вижу, если у меня на тренировке это все дело не получается, то есть, мы это продолжаем делать, пока дети не поймут и пока дети не будут... Пока дети не закрепят этот пройденный момент. Ну, даже, да, ты пропустил неделю, но там через неделю хотя бы вернулся, а не так, что ты вернулся, через месяц там дети вообще забыли, о чем ты говоришь уже. То есть, это взрослые там анализируют игру после, дети уже забывают завтра. Слушай, Даня, скажи мне, твое отношение к частным детским школам, да, то есть, у меня есть свое мнение на это, ну, как бы я как заинтересованное лицо, да, то есть, у нас частная детская школа, а твое отношение к ним, есть ли они в Вармавире у тебя конкретно, то есть, скажи, как твое отношение к ним? Мое отношение хорошее к частным школам. Почему? Потому что, ну, слушай, изначально, вот, наши, если все дети бы ходили бы только к нам, у нас есть, да, филиал Краснодара в Вармавире, то есть, ну, мы, у нас нету столько мест. Филиал Краснодара, он платный или это просто... Нет, он бесплатный, но он не бесплатный, но я говорю за то, что это дополнительно, грубо говоря. У вас частные там есть, а это у нас там дополнительно, как есть филиал Краснодара. Ну, я за то, что нет у нас изначально мест детям. То есть, ради бога, есть детям заниматься. У тебя есть отбор, правильно? То есть, у тебя есть отбор, ты отбираешь лучших, те мальчиш, которые как-то... Ну, вот, в чем плюс, да, их, наверное? Те мальчиш, которые к тебе не прошли в отбор, ты их дюж, а у них есть возможность заниматься под руководством там других тренеров, но хотя бы в этих частных школах, они могут еще вырасти и потом уже... Конечно, конечно. Правильно? Правильно, дорабатывать по-любому. Я говорю, да даже если они совмещают, я говорю, я за то, чтобы даже совмещали. Если есть у тебя возможность, конечно, если есть возможность у тебя там и туда, и туда, да ради бога, это тебе на плюс пойдет. То есть, сам, сейчас молодежь такая сама не будет заниматься, сама не пойдет. То есть, у них все есть. Телефоны есть, все есть. Слушай, Ань, скажи мне твое мнение. Я, мы с тобой когда беседовали до этого, ты мне говоришь, что ты нескольких ребят уже отдал в Академию Краснодара, да? И вот скажи мне, в каком возрасте лучше привозить на просмотр мальчишек в Академию? Ну, твоя, твоя мысль. Я потому что слышал вот недавно из перебьютия тренера Академии Коноплева, он говорит, что надо где-то лет в 14-15. Но, опять же, набор, если, грубо говоря, с 12 лет, да, мальчишки с 12 лет приезжают туда, начинают тренироваться, и, соответственно, намного больше расти, у них больше тренировок. А если ты сидишь, ждешь 14 лет, ты тупо приходишь и становишься хуже тех, кто уже тренируется по факту. То есть, на твое мнение, вот, когда ты, когда бы ты повез? Ну, сейчас, сейчас я по этому. В Академию там немного, там один парень у меня занимался, то есть, ну, он прошел тоже по нескольким тренерам, я был крайний, там, год тренировок, перед отправкой он попал. Другого там в Спартак пытался, в Чертаново, ну, пацаны чуть-чуть там по каким-то причинам, но не подошли. Хотя, честно, они такие, то есть, я против, чтобы они там, знаешь, там, заканчивали чего-то у них, потому что все в ихних, действительно, ногах могут играть. Мое мнение, чем раньше, то есть, 12 лет надо начинать ехать. Как идет отбор по факту, да? Как идет отбор, ну, если они не попали, то есть, это не значит, что не надо там, да, надо заканчивать, 13-14, это еще нормальный возраст. То есть, ну, то, что, да, по факту, как ты говоришь, так оно и есть. 12 попал, у тебя уже больше игр, двухразовые тренировки, у тебя уже все под... И ты уже растешь намного большими темпами, чем... Все сбалансировано, у тебя питание, режим, у тебя все сбалансировано уже под профессионального футболиста, все подобро. То есть, ты уже живешь футбольной жизнью, совсем другое. Конечно. Согласен. Сейчас у меня тут Саша Акок пишет о том, что совмещать запрещают. Саня, я тебя понимаю, запрещают, знаешь, из-за чего совмещать? Вот ты говоришь, что можно идти в частные еще школы, то есть, те, которые у тебя в дюше занимаются, пусть в частные еще тоже идут. Тут вопрос в том, что разные тренера, и у них разное видение футбола, они по-разному могут там ребенка преподавать. Он, наверное, об этом имел в виду, но тут надо уже тонко играть, надо смотреть. Тут главное, что ты преподаешь им футбол, да? А те ребята, которые идут в дюше, они идут именно просто за футболом, вот как мы про двор с тобой говорили, то есть, они сильнее других, то есть, они там занимаются ради футбола. Он верно тут говорить, я понял, что, да, запрещают, бывает и тренера против. Да, да, потому что, чтобы переучить, и, как вот говорят, что индивидуально. Да, у него одно видение футбола, у другого тренера другое видение футбола, но я говорю о том, что, ну, мое мнение, то есть, хотя бы ездим, вредным не будет оно, в любом случае. Ты ведешь к тому, что, типа, ребят, чтобы больше футбола было, а не к тому, что на две школы, чтобы ребенок разрывал, чтобы было больше у ребенка футбола. Да, я не говорю из-за там тренера, это тренер, да, он будет там переживать, у меня взгляд такой, я учу одному, второму. Это может быть плохо для тренера, а для ребенка это в любом случае работа с мячом. Слушай, Даня, у меня вопрос еще. У тебя, наверное, по-любому есть такие дети, дети, которые поздние, их так называют. Это те, которые родились во второе полугодие, и, соответственно, у некоторых из них слабое физическое состояние. Вот, грубо говоря, мы с тобой, ты там второго, да, января, я седьмого. У нас там были в команде ребята, которые где-то, ну, в ноябре, к примеру, да, и они физически отстают от нас. То есть ты как с этим справляешься по-любому, что за ними, как я считаю, что надо просто немножко наблюдать, потому что ты их не выгонишь из этого. То есть они одногодки, то есть если мальчишки как бы нормально более-менее, ну, ты как тренер, и я вот, к примеру, как тренер, я вижу, что у ребенка работает голова, да, но видно, что не хватает физически. Просто надо над ним, я думаю, немножко следить, как ты вот с этой проблемой справляешься. Ты знаешь, у меня получилось такое вот это, что ты говоришь, это зачастую, но у меня получилось у меня наоборот. Именно что касается 2007 года, они у меня более там, ну, пацаны, то есть играющие. То есть у меня девятый, восьмой, они пришли по пожар, то есть чуть поздно футбол. А эти, у меня наоборот, те, кто во второй половине год так попался, они превосходят пацанов, которые в начале года родились. Они, ну, то есть, как некоторые... Но и в голове, во всем, и физических, ну, вот так подобралось. Но в основном это здесь, у меня, но я не академия, правильно? Сейчас приедут там же в России дальше другие ребята, действительно, которые будут превосходить, потому что если и январский, и там встречается ноябрьский, у вас год разница. Тот может играть уже на год старше, а ты на год младше, даже не по-своему. В лучшем случае, если ты по-своему, то хорошо сможешь играть. Ну, и как некоторые говорят о том, что дети, которые по физическим своим данным уступают другим, у них начинает немножко по-другому работать голова, они понимают, что за счет физики они никак не пройдут, они ищут уже другие варианты, то есть надо быстрее работать с мячом, я не знаю, правильное открывание или еще что-то, то есть совершенство техники своих. Да, да, каждую часы играть за счет своих, там, развязать себе, там, за счет чего он будет, там, преодолевать эти, там, препятствия. Скажи мне, твое мнение, у тебя есть сын, правильно, сколько ему сейчас? Четыре. Четыре, вот мы ему так же, то есть мы там практически с тобой одинаковые стрельнули вовремя. Ты мне скажи, когда ребенка надо приводить на футбол? У меня в детской школе, в нашей школе в частной, мы с четырех лет ведем набор, но сказать между нами, то есть, да, что тяжеловато мальчишкам некоторым в четыре года еще вообще осознавать, что такое футбол, у них еще игра, игра. Твое, твое видение, с какого оптимально надо приводить ребенка в футбол? Я тоже за... Раньше было, ну, с шести отличие, но мое сейчас мнение тоже, что с четырех. С четырех можно. Привыкал уже. Привыкал, ты знаешь, он начинал там знакомство, как говорят, с мячом, то есть, ну, это все баланс... Чтобы он понимал, да, чтобы он понимал, что это мяч, что надо по нему хотя бы бить. Тяжело нам, да, нам тяжело, конечно, ты там поиграйся с ним, этого успокоить, третьего, пятого, но через год он уже будет другой, по сравнению с тем, кто только придет, он уже будет другой абсолютно, а через два уже будет разница. И у меня тоже были такие дети, которые приходили в четыре года, с ними, на самом деле, намного больше проблем было, но если они переосилят это, да, если им нравится просто футбол, то есть они через год уже на совсем другой уровень выходят, и у них, грубо говоря, там вот второй в запасе есть, как бы, ну, прилично прибавлять. Поэтому эти детишки, как бы, намного интереснее, если они пройдут этот этап, да, игры, и уже начинают расти, то есть на них уже можно возлагать нормальные такие надежды. Все зависит от ребенка, Сань, правильно ты говоришь, то есть есть те, которые им просто не нравится, да, то есть футбол, они уходят, есть те, которые поиграться еще пришли, они не наигрались, есть те, которые как бы переламливают себя и стараются уже выполнять требования тренера, и так те вот растут. Еще плюс много от родителей зависит, ты понимаешь. Согласен, вот, вот следующий мой вопрос, скажи-ка мне, человек мой дорогой, вопрос с родителями. Есть разные виды родителей, есть те, которые приходят, хотят, чтобы их ребенок стал чемпионом мира, другие приходят, говорят, вот он просто для физического там развития, ну, вот это у меня в частных школах, да, грубо говоря. Есть те родители, которые очень яро болеют, которые напихивают своим детям во время тренировочных процессов, то есть как у тебя это строится вообще, то есть как у тебя обстоят с родителями дела вообще в целом, вообще никого есть? Нет, у меня хорошо с родителями, ну, в процессе никто, во время там напихивать, никто не напихивать. Во время игры никто там не орет или еще что-то, то есть ты проводил беседы с ними или как, то есть это индивидуально? Сначала есть родители, да, вмешивались там в тренировочные, во время параллельно, то есть, ну, все нормально, родители все адекватные, был просто разговор проведен, что как бы все подсказы ваши там дома и все. Ты считаешь, ты считаешь, что, вот согласись, мы тренеры, да, то есть у меня тоже более-менее все повезло с родителями, да, то есть все адекватные, нет такого прям жесткого пихача, если он виден, я там его пресекаю, разговариваю с родителями, но согласись, что мы тренеры, да, мы с ребенком находимся, ну, грубо говоря, там в неделе, там, 7, максимум, там, 5-4-7 часов, остальное это воспитание уже, то есть родители с родителями всегда находятся, и они воспитывают из него чемпиона, да, то есть мы только помогаем этому, то есть как родители вообще должны вести себя с ребенком во время проигранных матчей, да, то есть во время неудачных тренировок, наоборот, после хороших матчей, ну, бесседжет. Блин, ну, мое мнение, не должно быть постоянно вот это... Накачки, правильно? Постоянно, я считаю, не должно быть вот это, как у нас родители любят, ничего, ты у меня чемпион, ты у меня лучше, ну, как я зачастую. У всех, давай, вперед, держи. Я не напихала, там, не отходя от кассы, грубо говоря, мама там уже гладит, что он лучше, там. Ну, не слушай его, да, то есть, ну, такого не должно быть, правильно? Да, такого не должно быть, то есть я не говорю, что вы должны пихать, они постоянно, нет, но они должны так же, как и мы, и напихать, и похвалить, и там пообщаться, сесть там. Ну, ты согласен со мной с тем, что работу с родителями надо все равно какую-то проводить, потому что они большую часть времени проводят с ребенком, то есть они формируют его, в принципе, взгляд. Согласись, мы там за 4-7 часов в неделю не можем его полностью там наставить на путь истинный, то есть это родители и их влияние. То есть с ними, я думаю, что нужна, нужна какая-то работа именно с родителями, чтобы... Разговаривать, они тоже не все, где-то ж не футбольные люди, там, где-то не спортивные есть родители, там, ребенка отдали, где-то что-то не понимают, мы подсказываем, как и мы, нам кто-то подсказывает. Опять же, мы молодые тренера, нам что-то подсказывают, мы подсказываем, как это должно выглядеть. То есть все учимся, только живем, только учимся. Даня, скажи мне, сейчас у нас, смотри, здесь сейчас, возможно, эфир может прерваться, но я потом еще раз, Вань, подключусь, ты подключишься ко мне. Тут вроде в инстинкт, да, да, потерпи чуть-чуть. Нет, я не потерпи, я за то, чтобы мне нормально работало. Слушай, смотри, ставят ли перед тобой задачи руководство, готовишь ты детей для кого? Для клубов, ФК Армавир, там, для ПФЛ, неизвестно, да, что у них будет, основная команда, либо ты готовишь детей для академии, какие задачи ставят? Я работаю, у нас нет задачи, у нас есть задачи просто, вот, работаем, выделяем. Оздоровление детей? Ну, не оздоровление, нет, есть задачи директора, как бы, ставить, но не такая, что ты не выиграл, там, край, там, не выиграл, там, чемпионат России, тебя, там, убили, нет, нету такого, то есть, мне приятнее, мне бы важнее, то есть, содержание, мы можем проиграть, мне нужно содержание, и воспитывай, конечно, моя задача, уже как моя тренера, да, личная, там, и что-то какое-то имя себе потом делать, как тренера и так далее, конечно, воспитывать, выпускать в академию, это, ну, у меня, это мой интерес, то есть, у меня должен быть азарт, мой интерес, не просто, там, пришелки, ну, мячик, ну, пацаны, моя задача, вот, мне платят, я тренирую, там, у меня нет задачи, у меня своя задача, то есть, желание отдать детей. Ну, тебе интересно работать с детьми, то есть, развивать их, согласись, что, то есть, ну, грубо говоря, для тебя это не просто заработывание денег, правильно? Однозначно. Потому что я считаю, что в нашей профессии равнодушные люди не добиваются. Изначально это дети, изначально это дети, помимо, мы даже не говорим о равнодушных, там, это дети, то есть, тебе люди приводят ребенка в надежде, да, там, что, ну, сделай там максимум, вот что можно, мы не говорим, что мы сделаем, я не говорю, что я сделаю футболь, там, есть тренировка, мы сделаем, там, он будет играть, ну, ты не знаешь, будет он играть или нет, но максимум, который я лично могу, я там буду делать. Слушай, смотрел интервью у одного из тренеров ЦСКА, и он сказал, что у них задача, задача их последние 6 лет стоит подготовка индивидуально сильных футболистов. Да, они не смотрят особо на результат, то есть нет такого, что их там отчисляют, разрывают с ними контракт за плохие результаты, но у них задача именно подготовить хороших, индивидуально сильных футболистов. Говорится о том, что у нас в РПЛ очень мало людей обыграют один в один. Бакаев сейчас на виду, тот человек, который один в один обыгрывает, и все. Подготовка индивидуально сильных футболистов. Что лучше, по твоему мнению, или хотя бы просто такой философский вопрос, сильную команду, среднюю, сильную собрать команду из среднячков, либо подготовить там 3-4 хороших, прям индивидуально сильных футболистов, которые уехали бы в топ-академию. Либо чтобы у тебя из среднячков команда выигрывала твой край, выигрывал товарищеский матч. И, как бы, все. А по факту, как бы, знаешь, как есть команда, которые винтик с винтиком, каждый друг друга дополняет, но по факту, если они друг от друга отсоединяются, они ничего себе в футболе толку не будут. Ну вот, о чем ты уже и ответил нам, ты уже сам и ответил. Получается, они как команда пока не здесь. Понимаешь, вот пример, вот пример та же, тот же наш Сатурн, тот же там Крылья Советов, те же Спартаки, те же там, кто у нас там были? Ну, так, это Конополёв. Помню. Да, да, да. Вспомни, как у нас-то, пока мы все вместе, пока мы растем, у одного там тренера там с головой, с пониманием в Академии, ставят нам футбол, у нас команда сильная, все там. Мы-то, скажи, чемпионат мира мы ездили, этот играли, клубный который. Пацаны Барселона, ну, у нас, мы спорту, там, другие из Бразилии эту сборную обыгрывали, другие из Паньол обыгрывали, пацаны там Вилья Реала обыгрывали, другие из Барселоны, там, Крылья Советов, да, 3-3 там играли. То есть пока мы молодежь, там, вместе мы сыграны, мы сильные. А мы разбегаемся, то есть все, ты попадаешь в другую, где-то ставили, бам-пум, там, или еще что-то, и мы уже, и становится даже хорошим футболистом, уже тяжело решать какие-то задачи. Поэтому нет, изначально, ну, задача воспитать, конечно, мне важнее воспитать индивидуально, ну, там, двух-трех. Индивидуально, сильных ребят, за которых ты, грубо говоря, на которых ты будешь спокойно сидя на диване, смотреть и говорить, что вот эти ребята начинали у меня, я закладывал у них. Моя задача, да, я себе ставлю задачу воспитать, да, двух-трех. Двух-трех, как бы. Согласен с тобой. Слушай, у меня к тебе сейчас вопрос, не знаю, прервет сейчас эфир или нет, смотри, в профессиональном футболе всегда там бытует мнение такое, о том, что играл ты или не играл, то есть, какой тренер лучше, тот, который играл, или тот, который никогда не играл в футбол, да, то есть, но мы сейчас отбросим профессиональный футбол, и вот к детскому. Человек, который, грубо говоря, по факту, ну, не играл в футбол большой, даже там на области, на крае или еще что-то, не проходил академию топ, да, может ли он работать детским тренером, потому что, вот, для меня диссонанс, я, я, к примеру, вот мы с тобой понимаем, да, как научить ребенка ставить опорную ногу, как развернуть его, то есть, как наклонить корпус, это человек, который, ну, далек от футбола, он этого не знает, он этого не знает, может ли он научить, то есть, чему-то ребенка, это вот больше сейчас про частные школы, про тех, он может, понимаешь, осмотрится там и научит все, но в дальнейшем каких-то нюансов, мелочей, он может и там лишний раз не подсказать, здесь даже не в этом, они всегда учатся, ты понимаешь, я сталкивался с тренером, тот же, понимаешь, Василенко, Олег Петрович, он же, по-моему, тоже не играл, да, я знаю, но у него большой опыт уже был, то есть, он к этому повезет, к нему, у него бы с удовольствием, я хотел с ним, я даже потом, когда не поехал к нему, где-то был момент, когда я мечтал к нему попасть, поработать, потому что за тот короткий отрезок, который мы с ним поработали, это был сумасшедший психолог, это ты выходил, как тренер, то есть, ты ему заглядывал, прямо, с открытым ртом, смотрел за каждым, он это был, но он не играл, но мы говорим о взрослом, тут можно не говорить, мы с тобой о взрослом, а вот именно детстве, это вот именно то, что ты закладываешь, вот прямо вот с малых лет, я считаю, ты обязан, обязан, да, показывать, потому что, потом дети растут уже такие, как вот у меня седьмой был, да, там детям подходят, там 11-12 лет, они уже взрослеют, они уже начинают все понимать, то есть, они потом... Показал один раз, они уже все знают. Нет, они не знают, что будут понимать, они будут на тебя уже смотреть, пока они маленькие, они не понимают, играл ты, не играл, умеешь ты, правильно ты, делаешь неправильно, когда они взрослеют, и на фоне других тренеров, других игроков, у них уже свое мнение, уже сформировывается, и они видят, слушай, а что ты мне... Ты ж, блин, не можешь сам ничего сделать, понимаешь? Здесь еще... Тренер должен уметь показать наглядно, правильно, как это упражнение делать, если тренер не может, грубо говоря... Авторитета просто потом не будет, он пользоваться, тренер должен авторитетом у детей, если он не будет им пользоваться, ну, будет тяжело работать. Слушай, скажи мне, вот переход вот этот вот, из детско-юношки, у вас взрослый футбол, ты как думаешь вообще? Я тебе... Ты слышал, да, много наших молодых перспективных игроков, очень много, они обыграют Барселоны, выиграют чемпионат Европы, еще что-то, и в итоге на большом уровне, то есть даже в РППЛ так толком и не заиграли, с чем это связано, ты как думаешь? Я слушал многих тренеров, они говорят о том, что дети до 18 уже играют огромнейшее количество игр за сборную, за свой клуб, то есть они везде используются, и когда подходит время там к 20 годам, когда надо показывать себя в профессиональной команде, давай взрослой, у них просто нет уже сил, как бы, и они сыты футболом. Ты как думаешь? Я честно на этот вопрос, сколько я тоже и читал, нет ответа, по-моему. Ты думаешь, что у каждого индивидуально, скорее всего, да? Да. То есть у кого-то травмы, кто-то просто... Кто-то просто, где-то даже уже и тренеров, и иностранных подключали, и я вот и читал тоже по этому поводу, когда я, наверное, только этот вопрос у нас был еще, по-моему, я на юношескую, когда учился, там это обсуждали, и честно, там столько, ответа нету конкретно, то есть там 500 причин. Одни забухали, другие насытились, другие там все имеют, третьи там, триггера иностранцы не помогают, эта методика не помогает. То есть действительно, это, ну, не яд. Это вопрос конкретно яд. Короче, каждый индивидуален, да, то есть у каждого игрока своя судьба, она индивидуальна. То есть кто-то сломался раньше, кого-то деньги загубили, кто-то реально забухал, кто-то сломался по травмам, кого-то подставили агенты, я не знаю. Все по-разному, нет, кто-то, да, кто-то правильно, кто-то уже там насытился, хотя у нас действительно талант, тот же Кокора, что он не мог бы там выше где-то играть. Саша, когда он... Ты помнишь, да, что мы играли с ним по-детски, да, потому что он намного выше. Да, вот там правильно пишут, там менталитет, у нас такой менталитет, правильно, то есть, и испанцы, он тоже слушал там интервью, они там насытятся ничем, они будут пока вот до последнего, пока максимально придут максимально... Это наша русская душа, ты хочешь сказать, да, то есть, когда приходят нормальные деньги, приходят умиротворение, успокоение, что вроде в жизни-то все уже не так и плохо, да? Ну нет, есть у нас единицы, там, какие-то есть единицы, все равно Паша там... Мы про большинство говорим, то есть сейчас не про единицы. Про большинство, да, большинство так и есть. Потому что у нас есть с тобой пример, да, с нами Пашу Яковлеву играл, Шабан тоже помнит его, да, то есть... Никита был сумасшедший, видишь, Никита в бизнес ушел, колеса... Никита в футболе не получалось, он вот, хоть детей терит нормальный бизнес, но теперь все хорошо. Вот смотри, про Пашку Яковлеву, то есть он был топ, грубо говоря, по нашему году, то есть его купил Спартак, он приехал за нас отыграл, его купил Спартак там за пять сеток мячей, то есть отдал просто его тренеру, то есть он пришел в Спартак, прошел дубль, попал в основную команду, поиграл там год и начинает спускаться Анжи, Крылья Советов, сейчас он где-то мучается в Паке или еще что-то где-то. Понятно, что он на жизнь себе заработал, то есть... Но имени своего в большом футболе так как бы и не получил, то есть с чем их связано? Ну, большого имени, да, там прям, ну, с теми связано, что мы только у Паши, только это у Паши надо знать, с чем у него связано. Ну, я согласен, только у Паши нам может на это ответить. Паши, то есть мы все индивидуально, мы может чего-то не знаем, а гадать за человека тоже нет. Согласен. Слушай, скажи мне, детские юношеские тренера, да, то есть вот у нас в Армавире, не знаю, кто у тебя был, был в Волгограде Марохин, Владимир Валентинович, у нас в Сатурне, Евгений Герасимов, Ушаков, да, Алексей Тимофеевич носит, чуть-чуть. Ты сейчас тренер сам, да, то есть тренируешь тоже детей примерно, примерно такими же, как мы и были. Ты сейчас можешь что-нибудь от них подчерпнуть такое хорошее, либо наоборот их там плохие какие-то там поступки или нововведения, те, которые ты никогда не совершишь, то есть что-то черпанул ты от них или нет? Ну, понятно, мы учимся, то есть изначально база, которая там, я пришел в футбол, изначально по-любому я у каждого у них что-то взял. Это футбол, это футболисты, а сейчас как тренер ты, если я оглядываюсь назад, ты смотришь, как тренер, ну я как тренер, как они нас тренировали, я же смотрю, как они нас тренировали, я вспоминаю, то есть я уже понимаю, что сам уже для себя выбираешь, что-то лучше, что-то хуже, над чем... Где бы я доработал, где бы я никогда так не сделал, да, что-то... Да, то есть как и за полем, так и на поле, то есть все, они, изначально я работаю то, что на них, база они все равно, все тренера. Тот же говорю, там, где-то упражнения даже какие-то там хорошие, где-то отношение какое, как правильно к людям, то есть, ну и к детям относиться, что говорить, что-то... То есть по-любому изначально я пришел с этой базой, от них только. Морохин у нас нравился, то есть, что я не могу сейчас никак, я когда у меня игры у моей команды, что у основной, что у детской, юношки, я не могу эмоции держать, короче, себе, мне это очень не нравится, но не могу это все держать. Морохин был очень спокоен, он был нереально спокоен, он мог напихать в перерыве, да, но на игре мы не слышали от него жесткого прям пихача какого-то, еще что-то, вот этому я хочу научиться. Я так тоже не могу молчать. Согласен, это эмоции, мы сейчас молодые тренеры, грубо говоря, понятно. Может, то, что в силу молодости, да, он, да, после игры, опять же, в перерыве, он мог сказать пару слов таких, что, и не надо орать там всю игру. Хватило на весь второй тайм, к примеру, как мы с Олимпией играли, грубо говоря, проигрывали 0-2, потом перевернули. Ну да, он же там не улыбался, он там, ты вышел, он тебе сказал, не рассказал, из-за чего это у тебя происходит. Согласен. Скажи мне, смотришь ли ты всякие вебинары, читаешь ли какую-то литературу, то есть, обучаешься, как дополнительным тренером, какие-то есть там группы, да, ВКонтакте или в Инсте, то есть, упражнения футбольные, еще что-то. Как самообучением каким-то занимаешься, в любом случае, понятно, что... Литературу, да, читали, не говорю, что я ее прям зачитываю, но хотя надо действительно больше уделять этому вниманию, то есть, там читали Григорьева, вот сейчас знаешь, кого читаю, Верхошанского по там, физически, да, по развитию. Колеша, которого советовал, то есть, вот его читаю, ну там, интересно там, общее развитие физических качеств идет. Ну, то есть, двух-трех вот я читал, ну, двух прочитал, вот сейчас третьего читаю, то есть, не говорю, что я... А так, да, вебинары смотрю, у Лексаков проводил, там был Слуцкий у него, у Даджиев проводил, дел очень интересно, то есть, есть действительно упражнения даже какие-то, вроде бы мелочь, там, мы это делали, мы это знаем, а ты пытаешься, знаешь, как вот, я заметил по себе, пытаешься что-то усложнить, а за действительно эффективные, которые там, хорошие упражнения, и они просты, ты забываешь, потому что ты пытаешься где-то, что-то сложное, на какую-то ступень, да, на другую, то есть, а по факту, шли ты им, и вообще, с какого возраста лучше детям уже показывать наглядно, то есть, именно теорию, перестроение в тактике, показывать какие-то, не фильмы, а игры, да, каких-то команд, по перестроению в обороне, то есть, в середине поля, я говорю за свои, за свои то, что я разбираю свой седьмой год, потому что они у меня, ну, более пацаны постарше, и более по игре, то есть, с ними я начал игры разбирать, ну, в одиннадцать, в одиннадцать лет, когда им было, правильно? В одиннадцать лет, да, то есть, мы начали снимать игры, разбирать, по тактике, начали их там, я слышал многие, какая тактика, мы учились на С, Лексаков приезжал, я Б там, юношескую получал, тоже там, ну, какая тактика, никакая тактика, но я объясняю тем, что, ну, если вот у меня седьмой год, я им давал, там, там, около одиннадцати, им еще не было, там, одиннадцати, но я начинал вводить там, просто диагональную эту страховку, там, в парах, потом в тройках, есть упражнения эти хорошие, которые, опять же, мы там делали, там, в Москве, и так далее, то есть, даю, и, да, есть там, не схватывают, но мы пропускаем, потом, вернемся, через два месяца, и когда они потихоньку начали это понимать, потом начали это в играх, да, там, грубо говоря, там, они забываются, там, все равно заигрываются, в играх этого не было, то есть, на тренировках молодцы, все запомнили, куда бежать, а перенести на игру не могут, автоматизм нет еще, да, ну, грубо говоря, то есть, начали потихоньку в игре, то есть, ценой результата, там, давайте по цене, чтобы они уже думали, как перестраиваться, да, они уже раз начинают, там, пусть мы где-то не побежим в какой-то прессинг, то есть, давайте там, поперем, ну, счет либо устраивает, либо нам все равно на счет, то есть, давайте поперемещаемся, давайте там, именно в игровом процессе, никогда мы друг дружку знаем, там, не боимся, вот именно уже, официальная игра, с нормальными соперниками, то есть, не друг противника. Да, потихоньку, потихоньку, и плоды приносят, то есть, я, в принципе, доволен постепенно. С 11 лет, правильно, то есть, ты уже им разбираешь, показываешь. Хорошо, это оборона, это оборона, правильно, я знаю, что ты, ну, как знаю, всегда тебя знал, и ты игрок более атакующий, да, то есть, и все тренеры говорят, что в атаке, как бы, это творческая такая, да, в оборону легко натренировать, ну, плюс-минус, там, несложные перемещения, а вот именно выход из обороны в атаку, какие-то забегания, пас на третьевой стеночке, то есть, творчество, да, то есть, должна химия какая-то происходить. Ты, как вообще, какие упражнения ты делаешь, то есть, взаимосвязь между партнером, как ты ставишь игру в атаке, то есть, что у тебя, контроль? То есть, в основном, все идет на контроль, там, это, опять же, эти же квадраты с нейтральными, там, они могут быть четыре, там, ну, в малых, да, групповых взаимодействиях, три-четыре человека, там, не командные, там, в конце, там, это идет, там, когда уже, там, взятие бровки, то есть, там, именно футбол, там, на одни большие, на двое маленьких, где, там, меняемся, там, через фланги, там, чтобы заходить, а так все групповые, то есть, да, взаимодействия в тройках, в четверках, держание мяча, в трех командах, где одна команда держит, другую, там, в третьей зоне, там, синими манишками, там, подержали, перевели, то есть, на разворот, все только на держание, а там уже есть, есть моделирование атак, все равно проводим, то есть, да, 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 моделирование атак, детям, да, изначально, ну, мы проводили, когда мы объясняли, где детям, учили, когда их дет стоять, изначально на большом поле, и потом начали, конечно, моделировать без сопротивления, показывать, что там, центральный хав, он не только может быть, да, там, быть в центре, там, ты, пожалуйста, по флангу вбегай, делай вбегание, делай забегание, то есть, не обязательно, если там сделали забегание, ты ему обязан отдать, для вбегания, то есть, там, увел, как вариант, от вести себя, просто именно вариант, то есть, одна, одна атака, ну, там, три варианта, потом начали добавлять уже, дети делают, мысль там есть, уже появляется, то есть, не просто там, по шаблону, начинаем вкидывать туда игрока, там, сначала, конечно, не полный отбор, да, потом уже полный, с полным сопротивлением, и уже там, пожалуйста, у тебя два-три варианта выхода, ну, нету такого там, чтобы там, пять, ну, там, одного игрока вкинули, то есть, возраст такой не позволяет, сильно прям усложняет им тоже, то есть, постепенно все двигаемся. Понял тебя, слушай, скажи мне, знаешь, какую, про Академию Краснодара, ты отвозил ребят туда, правильно? Я думаю, для кого не секрет, ну, для меня это был секрет, как бы, ну, я думаю, можно это говорить о том, что у Краснодара в каждом году, в каждом годе, и как правильно это говорится, то есть, есть четыре состава, то есть, грубо говоря, сколько ты говорил, там, порядка 80 человек, да, набирают в один год. Ну, там, четыре состава, вот, посчитай, наверное, человек по двадцать пять, сто, сто человек в один год берут, и четыре состава, да? А твои ребят, которых ты прислал туда, то есть, один, один играет, пацан, вот он был у меня, что занимался, он в первой группе играет, но они там, да, в первом. А второй? Второго, ну, не взяли, вот там, как бы, ну, он после, он приехал, после, там, температуры, совсем, совсем, как бы, сказали позже приехать, и, ну, пока не отправляли. Да, у них, в принципе, я думаю, у единственных в России, да, такая система подготовки, то есть, по факту, они не готовят футболистов, они делают отсев, отбор, да, то есть, набирают 100 человек, и лучше. Разговаривали мы, да, с тренером, там, просто, ну, и, ну, почему мы интересуемся, то есть, тот же Спартак, тот же ЦСКА, любой другой, то есть, академия, она набирала людей, потом сколько, ну, отсеивалась, ну, 30%, в данном, не больше, наверное, то есть, точечно выбирали, и работают, то есть, работают, тренера работают, а там набирают, получается, 4 группы. А мы говорим, а почему? Ну, говорит, потому что, говорит, вот эта первая группа, она сейчас, конечно, сильная, рвет, вторая, там, рвет, третья, рвет, а у нас, говорит, по опыту, то есть, уже там, сколько это академия работает, такое, что в итоге заигрывают, то есть, по вторым лигам у них, по первым, под основу, выходят те ребята, которые в четвертой группе, опять же, те, которые там, группа игроков, голодные. Те, которые попадают в футбол, голодные. Которые смотрят и завидовали тем, кто в первой группе ездит по заграницам, играют. Ты как считаешь вообще, это правильно или нет? Потому что у всех академий берут 25-30 человек. Просто они себя ответственность, ну, знаешь, снимают как вот ответственность, то есть, дорабатывают, может быть. Ты сейчас возьмешь, что будешь за 20 человек этих отвечать, и ты будешь с каждого требовать. А там, да, у тебя есть там в правах в академии, там, выгнать там, и так далее, вопросов нет. Те же академии, которые другие, они работают, ну, 30% меняется команда. Ну, и опять же, почему меняется дисциплина, поведение там, и пару человек, которые действительно сбавили. Все время плохота. Тут, конечно, отбор, 100 человек у тебя. Ну, позволяет, видишь, им финансы, все позволяет, ну, ты им запретить не можешь. Слушай, скажи мне, вот сейчас тут уже последние у меня вопросы. Да, Никит, я сейчас прочитал, да, Никит, я тоже видел. Принимаю. Он показывает, как надо. Не всегда получается. Пузо меня уже перевешивает. Слушай, скажи мне, Дань, про агентов. У тебя был агент, да? Грубо говоря, что я узнал, я не знаю, я мало кому говорил, то есть, после одного чемпионата, в Сочи, когда у нас был чемпионат, у меня было предложение от лучшей энергии, Зенита и Рубины, как бы, подходили к нашему тренеру, Герасимову, говорили, Герасимов тогда сказал, что Бабулев под дублем, Бабулеву все нормально, и как бы все. Эпи-помощь нас заставляли тогда с агентом подписывать контракт, он, тренер сказал, что все, не надо ничего подписывать, у вас все нормально. Роль агентов, кого слушать? Тренера, агентов, родителей, то есть, я бы сейчас, если честно, немножко поменял, посоветовался бы с родителями, принял бы предложение агента, то есть, ну, неизвестно, как бы, чем это все закончилось, твое отношение к агентам, и в каком возрасте можно с ним подписывать контракт? Да, блин, ты в каком возрасте подписался агентом? Уже когда в дубле? Нет, я подписал, Сатурн развалился, я не подписал, они попросили ко мне, тогда, скажи, ну, в дубле, когда я был уже, в принципе, уже подоснован. Лучший. Это, скажи, подосновой, когда уже, да, ну, ребер, когда начал подключать, опять же, потом Андрей Львович Гордеев, то есть, начал подключать меня к основе, то есть, ну, все хорошо, они подходили, потом агенты, давай подпишем, там, ну, три разных, то есть, ну, пацаны у нас Козлов, когда в дубле был, там, то, те же вот пацаны 90-го года, там, у них был агент, ихние агенты подходили, и я тогда единственная же, с кем советовался, я тогда, по-моему, с Андрей Львовичем и советовался, то есть, она вот так вот, да, с Гордеевым, мы что-то, я пришел как-то к нему поговорить, и он говорит, да нет, у тебя все ништяк, то есть, ну, нет, сейчас бы я бы сказал бы, что, наверное, если агент хороший, то сразу, потому что это, действительно, сейчас большая, они большую роль играют, они для тренеров играют большую роль, то же самое, тренера устраивается, насколько я знаю, через агента, да, главное, чтобы этот агент был заинтересован, вы, вы мальчишки, чтобы мальчишка играл, опять же, агенты, да, агенты тоже разные, есть хорошие агенты, есть, то есть, возьму тебя и просто, подпишут контракт, а делать ничего не хотят. Все, мой друг, у меня вопрос все закончится, у меня зарядка уже садится, ты мне скажи одно, в Краснодаре все такие гостеприимные, Слышишь, что, Никитос, извини, Ваня, перебил, Никит, у меня, прикинует, недавно разговор был, у меня батя с этого ха-ха ловил, потому что я на край сейчас, даже когда в команде играл, и... Закончила? Она... Да, закончила. Так мы чемпион... У меня один из Владимира, Дима Лобанова, играет, ты там не с ним случайно там... Слышишь? Нет, так мы чемпионами становились, чемпионами становились, Да, чемпионами стали, развалилась команда. Ой, Слушай, вот как раз, да все, успокойся, про отца спрошу, в Краснодаре вы все такие гостеприимные, мне просто отец недавно вспоминал, и всегда это вспоминает, говорит, у нас был турнир с ротором, ты помнишь, что ротор всегда расселивала родителей, когда они приезжали на турнир, да, бесплатно, селил в комнате, у меня отец говорит, приходит в бутылку водки, говорит, мужики, водка есть, все есть, давайте знакомиться, короче, и все, ты помнишь, да, они ушли просто, денег не было. Да, все, то есть, я не знаю, все встречают хорошо, прийди тебя накормят, напоят, встретят. Можно приезжать, короче, вообще в легкую, последние люди тебе положат на стол. То есть, это вот прямо вот гостеприимство, с которой... Ну это да, это вот как-то вот так, хотя вот мы приедем, у нас на юге, да, так везде. Ну я не знаю, мы приезжаем, нас встречают тоже, нас и в России, я хочу сказать, то есть, мы приезжаем, мы ездим тоже далеко там по знакомым в гости, то есть, везде встречают нас, то есть, все, приедешь, тебе последнее, это принято. Дружище, мы с тобой тогда договорились, да, если что, в Армавир едем. Кошкину нельзя за границу ездить, поэтому мы к тебе, это, приезжаем в Армавир отдыхать. А почему нельзя? А потому что он, он у нас сотрудник, сотрудник. Я же тебе говорил, я же тебе говорил, за бизнес, Вань, у тебя было бы что-то нормально. Все, ладно, дружище, я был рад тебя видеть, спасибо тебе за такие полные, развернутые ответы, было на самом деле, я думаю, там всем ребятам интересно. Да, Никитос говорит, надо встретиться, надо, надо найти время, действительно. Я, я от Никитоса 120 километров, я до него так и не доехал никак, до Ногинска просто, вот, мы с ним договорились, тут карантин. А предлагайте, а предлагайте мне приехать к вам, да? А что, приезжай нормально. Пусть я Никитосу сказал, я там наберу, наберемся. Все, дружище, давай, рад был увидеть тебя, давай. Своим привет передавай, Олегу, Диме, я тебя желаю. Давай, пока. Пока.